Новое открытие под колоннадой. Во время раскопок ученые обнаружили артефакты, подтверждающие существование под землей рядом с Бельведером, руин Орловского корпуса. Вслед за предметами быта исследователи рассчитывают обнаружить в глубоких траншеях и обломки самого дома. Все подробности у Юлии Федоровой. Во время раскопок ученые обнаружили артефакты, подтверждающие гипотезу. Именно здесь, под землей, находятся руины Орловского корпуса, полностью уничтоженного во время Второй мировой войны. Вместе с колоннадой и конюшнями он составлял единый ансамбль Воронцовского дворца. От него сохранился только фундамент. Было разрушено, видимо, попаданием авиабомбы или снарядов во время войны. И ликвидировали его во время оккупации, примерно в 1942-1943 году. По предположению историков, разрушенное здание закопали прямо перед колоннадой. У меня закралась мысль о том, что именно здесь похоронен Орловский корпус, поэтому я, честно говоря, ждал. Но когда мы просто из земли стали вынимать, грубо говоря, части жилого дома, куски печи, блюдца, тарелки, чашки, бутылки, крышки от пива, я не знаю. Ну, то есть, как-то вот я понял, что я, может быть, был прав. Вслед за предметами быта Орловского корпуса исследователи рассчитывают обнаружить в глубоких траншеях и обломки самого дома. И самое интересное открытие, наверное, нас ждет, когда мы будем углублять раскопки в сторону Воронцовского дворца, в сторону как раз этого Орловского корпуса. Орловский корпус был там, где сейчас стоят львы. Вот львы стоят на фундаменте этого самого корпуса. В ходе раскопок из земли достали фрагменты сланцевого шифера. Изначально именно им была застелена вся кровля Воронцовской колоннады. Скорее всего, этот сланец граф Воронцов привез в Одессу из Англии. Если бы, в общем-то, не было этой бомбардировки, которая была в 854 году, то, наверное, сланцевая крыша простояла бы совершенно спокойно до начала 19 века. Здесь же обнаружили черепицу-татарку, которая пришла на смену сланцевой кровли. Она, видимо, покрывала кровлю где-то до начала 19 века. Исследования древних археологических слоев у колоннады только начинаются. Впереди работы по понижению грунта в сторону Воронцовского дворца. Открытий будет еще больше. Это как детектив. Это как история, которая разворачивается у тебя на глазах здесь и сейчас. Это очень важно. Все найденные артефакты войдут в экспозицию «История строительства и реставрации Бельведера» в зале Воронцовского дворца. Увидеть их сможет каждый. Юлия Федорова, Андрей Кульба, Никита Кричко, 7 канал.